По зову сердца, по долгу службы и по тревожному звонку. Первыми, кто спешит спасти человеческие жизни, являются врачи скорой медицинской помощи. В Ульяновске насчитывается 6 медицинских подстанций. На подстанции номер 5 лучшие по итогам прошлого года стали фельдшеры выездной бригады. Мы продолжаем цикл передачи от тех, кто спасает жизни. О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области. Все это в спецпроекте «Спасай жизни». Субтитры создавал DimaTorzok За последнее время три успешные реанимации, два случая принятия преждевременных родов. И все это на плечах женского медицинского тандема. Гузелия работает в медицинской скорой помощи уже 29 лет, а ее коллега Анастасия в этой сфере 8. Скажите, пожалуйста, каким основным принципом вы руководствуетесь работе? Ну, в первую очередь, это оказание медицинской помощи жителям города Ульяновска и доставка их в стационары. Спасение жизни. Ну, понравилось медучилище. Когда мы были хрупкими девочками, мы пошли искать вузы или там, проходили мимо медучилища. Погравить белые халатики, стройные девочки и оказание первой помощи. Как бы хотелось, чтобы оказывать людям добро, нести тепло, чтобы в таком плане. Очень нравилось. Я когда была еще была маленькой совсем, у меня бабушка болела, и я ей перевязывала всегда ноженки. И мне это нравилось. Люди привыкают ко всему, совмещая и семью, и работу, и маленького ребенка. Ну, в принципе, я не знаю, что он жалуется. А детей много у вас? Нет, у меня одна дочка. Ну, не жалуюсь никогда, ни муж, ни ребенок, что мама почему так постоянно? Ну, ребенок маленький, конечно. Ребенка очень хочет, чтобы мама была всегда рядом, но в силу сложившихся обстоятельств приходится размещать. Утро работника скорой медицинской помощи начинается с 8.30 утра и заканчивается в это же время следующего дня. За сутки бригада успевает выехать до 20 раз. Собрать все необходимые медикаменты, разложить под секом карманную технику в медицинском чемоданчике. На все про все фельдшерам отводится 2 минуты. А это диспетчерская служба. Сюда звонки поступают с центральной подстанции. Скажите, пожалуйста, что с ними происходит дальше? Дальше с оперативного отдела вызов приходит мне на компьютер. Приходит сообщение на определенную бригаду. Я распечатываю по принтеру и объявляю бригаду на вызов. Сколько в день может прийти таких вызовов? Ну, в среднем, если 80, но бывает и больше, и меньше. То есть их уже распределяют на основной подстанции? Да, там старшие врачи и диспетчера распределяют по сложности, по категориям, какой бригаде передать, какой район. И вот на очереди первый вызов о том, что случилось с пациентом, наши героини, как и другие фельдшеры, знают немного. Диагноз установят на месте, главное вовремя приехать. Но, увы, удается это не всегда, и вины медработников в этом нет. Нехватка машин в период эпидемии, загруженность на дорогах и элементарное неуважение участников дорожного движения к санитарке. Все это одни из частых причин задержки скорой. В первую очередь бригада обслуживает экстренные вызовы, к примеру, ДТП или роды. 15 минут, и наша съемочная группа вместе с бригадой уже на месте. Скорую вызвали для 82-летней Валентины Попковой. Женщине резко стало плохо, загружилась голова, потемнело в глазах. Миссионерка призналась за помощью к специалистам скорой помощи, а прощаться приходится часто. Здоровье уже не то. Как тяжело приходится работать докторам, знает не понаслышке. Сама в прошлом медик в системе здравоохранения отработала 45 лет. Это бесценные люди, которые оказывают такую помощь, особенно нам в пожилом возрасте. Мы уже до поликлиники иногда не можем дойти, потому что сил нет, здоровье не позволяет. То ноги не ходят, то сердцем не так. А здесь приедут быстро, все сделают. Лежи и отправляйся, отдыхаем. От медиков нельзя грубость услышать, потому что они первые, первые, кто может помочь нам. Гузель и Анастасия работают плечом к плечу три года. Каждый хвост – отлаженная система. Кто-то измеряет давление, кто-то заполняет медицинскую карту и делает при необходимости укол. В экстренных ситуациях действуют синхронно. Роли распределять уже некогда, ведь на счету каждая секунда. Оказание скорой, медицинской помощи, работа, которая не стоит на месте, а требует незамедлительной реакции, чтобы в короткое время принять единственное верное решение и спасти человеческую жизнь. Нет времени на себя и собственные желания. В принципе, как и сейчас. На очереди у бригады следующий вызов. Субтитры создавал DimaTorzok